Служебная собака красавица Несси по запаху находит запрещенные вещества. Сотрудники таможни проверяют не для контрабанды. Алтайские таможники и их четвероногие напарники в обязательном порядке досматривают подозрительные международные посылки. У нас допустим данная служебная собака image of greatness, такое громкое имя. Она поставлена на наркотические сильнодействующие вещества и на поиск табачных изделий. Есть собаки, которые поставлены на поиск денежных знаков, на собаки, которые поставлены на взрывчатые вещества. Бытовые ножи, сильнодействующие таблетки, медицинские приборы также запрещены к ввозу в нашу страну. Например, у нас был случай, когда пытались ввести эндоскопы, выдавая их за товары, предназначенные для личного пользования. Множество вопросов вызывают посылки, якобы предназначенные для личного пользования. Таможенники их тщательно изучают. Мы же начинаем проверять, действительно ли это товары, предназначенные для личного пользования. Чем Иван Иванович докажет, что это личное пользование? Частота перемещения не вполне разумна для потребностей одной семьи либо одного человека, что находилось в предыдущих посылках, что находится в этой посылке. Если мы будем делать вывод о том, что Иванов Иван Иванович слишком часто получает однотипные товары, однородные товары, товары, относящиеся к одной и той же категории, то мы можем сделать вывод о том, что это коммерческое декларирование. В таком случае человек сможет получить посылку, но уже с уплатой всех госпошлин, от которых он пытался уклониться. Таможенная служба напоминает, что сегодня без пошлина можно возить не более 31 килограмма. При этом стоимость посылки не должна превышать 1 тысячу евро. Кстати, на Барнаульском таможенном посту проверяют не только посылки, но и автомобили из зарубежных стран. Имеются ли номера и соответствуют ли объем двигателя тому, что заявлено в документах. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.